Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук. В последнее время в медиа часто появляется термин «полезные идиоты». В частности, его используют в контексте отчета правозащитной организации Amnesty International, выступлений Киссингера, Шрёдера и прочих. Кто же такие полезные идиоты, откуда они появились и как их используют российские спецслужбы? О всем этом я поговорю с Юлией Латыниной. Это известная российская журналистка, писательница, аналитик. А сейчас она автор и ведущая собственного ютуб-канала Латынина ТВ. Итак, наш разговор. Итак, первый вопрос. Откуда взялся термин «полезные идиоты»? Ну, слушайте, «полезные идиоты» – это слово, которое употреблял в своё время Владимир Ильич Ленин, имея в виду тех людей, которые не являются сами коммунистов, но которых коммунисты используют для продвижения своей повестки. Очень их любил покойный Вилли Мюнценберг, недооценённая фигура во мировой истории, потому что все знают пропагандиста Геббельса. Мюнценберг был близким другом Ленина и депутатом Атланской компартии в тогдашнем Рейхстаге и создателем одной из самых совершенных пропагандистских машин в истории Запада в XX веке. Насколько распространена практика использования некоммерческих организаций для формирования общественного мнения за рубежом? Если вы посмотрите, что пишет Amnesty International про Израиль, то вы увидите на её сайтах новости исключительно одного типа. В нём нет никаких осуждений палестинских террористов, которые обстреливают Израиль ракетами, с таким же ожесточением, как российские войска обстреливают Винницу или Кременчуг, но, как мы знаем, с гораздо меньшим успехом, потому что у украинцев нет железного купола, а у израильтян есть, и, соответственно, российские ракеты достигают своей террористической цели, а палестинские ракеты не достигают. Но если мы посмотрим на сайт Amnesty International, ничего этого мы не найдём, а мы найдём постоянные рассказы о том, что то вот здесь нехорошая кровавая израильская военщина чего-то обстреляла, то она держит в заключении какого-то молодого человека с 13 лет, ну, не упоминая о том, что в 13 лет этот молодой человек попытался зарезать двоих израильтян и так далее, и тому подобное. А каждый раз, когда, скажем, этих людей спрашиваешь, ребят, ну вот вы говорите, что израильтяне запустили ракету по школе, но ведь там стояла ракетная установка «Хамас», которая этой школой прикрывалась и обстреливала Израиль. Они отвечают стандартно, нас не интересует история вопроса. Если их спрашиваешь, ребят, ну так вот «Хамас же хочет стереть Израиль с лица земли» и убить там каждого населяющего его израильтянина, а нас не интересует история вопроса. Вот в данном случае, видимо, Amnesty International тоже не интересовала история вопроса, кто на кого напал, но меня очень позабавило в этом докладе, что Amnesty International, которая в упор не видит палестинских террористов, использующих действующие живые школы с действующими детьми для прикрытия своих террористических атак, она в данном случае умудрилась имплицитно обвинить Украину в том, что Украина поступает таким же образом, хотя это было стопроцентное вранье, потому что когда Amnesty International писала, что, так сказать, украинские войска размещаются в школах, а когда она после этого писала, что, вот смотрите, было разрушено мирное здание, а неподалеку от него имелись какие-то места, где размещались украинские войска, когда она писала, что украинские войска не помогают эвакуации гражданских, то в каждом конкретном случае она имплицитно врала, потому что она создавала в умах читателя абсолютно там цепочку ложных логических умозаключений. Когда она говорила, что украинские войска размещаются в школах, она забыла сказать, что ничто не мешает войскам, согласно международному праву, размещаться в недействующих школах. Наоборот, школа – очень хорошее место для размещения войск, если там, конечно, не проходят занятия, потому что они изолированы, потому что это пустое здание, туда можно заселить массу народу. И это абсолютная софистика утверждать, что украинские войска, которые вышли на ротацию из фронта и жили там месяц в окопах и землянках и мерзли в ледяной воде, как это, допустим, было где-нибудь в марте под Фапастой. И когда Amnesty International пишет, что они не могут заехать в школу, а рядом были зеленые леса, ну, то есть хочется сказать, ну, ребята, ну, что же вы, сволочи, хотите, чтобы люди, которые жили в ледяных землянках без обогрева, надо бы на ротах отдыхать, выкопали там себе в лесу другие землянки. Вот хотите сказать. И когда Amnesty пишет, что украинские военные не помогают эвакуировать цивильных, что опять же является таким индуктивным враньем, потому что военные не должны помогать эвакуировать цивильных, а цивильных должны эвакуировать гражданские власти, когда начинается война, когда начинается, собственно, сражение. Военным уже поздно заниматься цивильными, а пока сражение не началось, это не дело военных. И мы прекрасно знаем, что Украина помогала эвакуироваться всем, кто хотел эвакуироваться. И мы прекрасно знаем, что, наоборот, в тех случаях, когда город был окружен российскими войсками, эвакуироваться было нельзя именно потому, что Россия это запрещала и оставляла этих людей как заложников. Из всех мест, где окружения полного российского не было, люди уезжали. Из тех мест, где полное окружение было, как в Мариуполе, люди не могли уехать. То есть каждый раз, когда Amnesty International пишет вещи, которые вроде бы формально, логически соответствуют действительности, украинские военные не помогали эвакуироваться гражданским. Но то она каждый раз делает это так, чтобы люди увидели там, чтобы в результате в человеческих мозгах создается такая картина украинских военных, которые, значит, как террористы, как палестинские террористы, которых Amnesty International в упор не видят, прикрываются гражданскими, прикрываются детьми, значит, из школ запускают снаряды. И все это вместе есть одна фантастическая ложь, которая написана очень искусно, потому что если вот каждое слово в этом докладе взять, то Amnesty может сказать, ну мы же не солгали. Мы же, ну так, кстати говоря, тут надо сказать, что украинские военные, несмотря на то, что они не обязаны это делать, очень часто помогали эвакуироваться гражданским. И, в общем-то, тем, кто знает хорошо историю с Азовсталью, понятно, что Азов сдался в плен только потому, что у него были гражданские. И только из-за, ну, если честно, гражданские и раненые, конечно. Они думали о своих раненых, они думали о гражданских, но я не думаю, что иначе бы Азов сдался в плен. Я не думаю, что Азов сдался бы в плен, если бы в Азовстале не укрывались гражданские. И это ужасно подло так говорить, но поскольку Amnesty International там не было, они говорят, мы сами лично не видели, чтобы они помогали эвакуироваться гражданским. И вот каждый раз, когда смотришь каждую коротенькую фразу в этом докладе, она формально соответствует действительности. Да, украинские военные размещаются в школах. Ну, просто Amnesty забыла сказать, что это не запрещено. Да, наверное, рядом с тем местом, куда попал российский снаряд, МОК находился в том месте, где они об этом пишут, украинский, да, какая-то военная часть, потому что во время войны уже, ну, как это сказать, война – это не сферический конь в вакууме, и, как это ни странно, покажется Amnesty International. Но все эти слова, которые формально правильные, и каждый раз Amnesty можно сказать, ну, мы же этого не писали, но это же не важно, что вы так подумали, что вы умозаключили. Это ваша проблема, что вы так умозаключили. Я, как в данном случае специалист по работе со словом, я понимаю, что это написано ровно, специально так, чтобы люди на это подумали, а как бы ухватить за задницу, в отличие от российской пропаганды, которая просто врет, было нельзя. И, конечно, самое большое вранье этого доклада – это просто тупо его название, что украинские военные подвергают опасности жизни мирняка. Вообще, если этот доклад про войну в Украине, то, наверное, надо писать про обе стороны, а то получается, что у украинцев в глазу соринку Amnesty видят, а как-то вот так вот российские войска там совершенно не упомянуты, разве что можно сделать вывод, что эти бедные несчастные люди, ну, вот пытались как-то стрелять мимо только в украинские военные части, но иногда попадали по цивильным, потому что это нехорошие украинцы, их подставляли. И нет, это не случайно. Как часто Россия использует такие организации в своих целях? Собственно, повестка западных левых, мне кажется, абсолютно самоубийственной, и повестка зеленых, мне кажется, абсолютно самоубийственной. Но вот тут я готова согласиться с тем, что это, скорее всего, полезные идиоты, потому что, ну вот, как я… Хотя я очень не люблю Грету Тунберг, но, согласитесь, там трудно назвать ее путинским агентом, даже после того, как она ничего не сказала по поводу войны в Украине. Единственное, что она сказала, что когда Швеция собралась вступать в НАТО, что типа вот это плохо, это недопустимо и так далее, и так далее. Но все-таки вот здесь мы возвращаемся к традиционным полезным идиотам. Честно говоря, мне кажется, что не надо приписывать Путину супердемонические силы, потому что, как мы знаем, из, ну вот, всех этих Солсберецкого шпиля, Петровых-Башировых, попытки вмешательства в выборы в США посредством размещения, там, нескольких тысяч смешных постов в Фейсбуке, которые, конечно, ни на что не повлияли, кроме на то, что Россия получила в ответ заслуженные, абсолютно заслуженные контрсанкции, потому что бьют не за успех, в данном случае, а за попытку. Так вот, не надо все-таки… Я думаю, что тут, к сожалению, зависимость обратная. А тут, когда Путин посмотрел на Запад, на ту дорогу, которую прошел Запад с 2000 года, когда Путин стал президентом России и попросил себе, как мы помним, дворец и там разные другие ништяки. И к 2022 году, когда Путин от любителя дворцов и когда вот вся эта путинская элита от вполне себе обычных коррупционеров превратилась в мигаломаньяков с абсолютно фашистскими идеями, и хотели они уже не откатов, а хотели они уже господство над миром, мне кажется, что вот значительную долю в этой эволюции действительно сыграл Запад, потому что когда Путин посмотрел, как Запад с увлечением борется против глобального потепления, сексизма, белой маскулинности и так далее, он потер руки и сказал, о, слушайте, мое время пришло. И мне кажется, что он пролетел, потому что обратите внимание, что что-то мы давно не слыхали про глобальное потепление, БЛМ и прочее, прочее, и как-то все эти Грет и Тунберг сейчас сильно померкли. Я надеюсь в этом смысле, что и благодаря вот этой войне Запад вернется к старым добрым практикам Запада, Запад вернется к новой гонке вооружений. Я не шучу. Я извиняюсь, вот моя колонка в Wall Street Journal так и называлась, что Запад нуждается в новой гонке вооружений. И я вообще хочу обратить ваше внимание на то, что вот несколько... То есть Путин действительно показал Западу, что списывать простую силу, простую военную силу, как способ решения самоутверждения государств со счетов рано, и что если эту военную силу не будут использовать открытое общество, то ее будут использовать всякие хулиганы. Более того, речь не идет об одном только Путине, потому что у нас есть еще два пациента, для которых Путин играет роль ледокола. Это президент Турции Ирдан. И в чьей степени, но также, к сожалению, президент... Вернее, глава Китая Си Цзиньпин. Ирдогану сейчас удается все, что не удалось Путину, потому что, конечно, он гораздо более сильный авторитарный лидер у страны, в которой гораздо более сильная экономика. И мы видим, что в Сирии Ирдогану удается все, что Путину не удалось в Украине. Итак, сначала Путин послужил для этих двоих ледоколом. И бенефициарами, затеянным им пересмотром мирового порядка, конечно, будут они, первыми бенефициарами. Но у меня есть большая надежда. И мы просто видим, на наших глазах это происходит. Запад просыпается. Мы видим визит Синэнси Пелоси в Тайвань. Мы видим ликвидацию Аззавахири в Афганистане. Это же вообще совершенно фантастическая штука. За 20 тысяч километров в стране, где у тебя нет военного, никакого присутствия. Просто с помощью бигдейта, просто с помощью больших данных. Отследить человека и с помощью абсолютно точечного оружия его ликвидировать. Мы видим, как Израиль разделся с исламским джихадом, который 1200 ракет выпустил, и четверть из них свалилась на сам сектор газа, а остальные все были перехвачены. Это показывает, что хорошо, Путин сказал, что надо пересмотреть правила игры, и теперь сила решает все. Путин забыл, что сильно даже военная сила, ей может в современном мире обладать прежде всего только экономически развитое государство. А Путин хочет вернуть мир в ситуацию 19 века, когда все решала сила. Но только в 19 веке первенствовал Запад, а страны, которые были настолько разложены, как путинская Россия, они становились колониями Запада. Хотели многополярного мира? Хотели мира, где все решает сила? Распишите в получении. Я думаю, что мы в ближайшие несколько лет очень интересные вещи увидим. В последнее время Кремль по разным каналам посылает месседж, что он готов к переговорам. Как вы думаете, почему Путин хочет переговоров? Слушайте, смотрите, что происходит на фронте. Атакмсы, скорее всего, это были атакмсы, но во всяком случае это были какие-то ракеты, которые действуют на радиусе нескольких сот километров, которые поразили цели в Крыму. Скорее всего, это были действительно поставлены в Украину атакмсы, и это значит, что даже та логистическая цепочка, которую Россия выстроила после применения первых Хаймерсов, когда она отодвинула свои склады на 70-80 километров, опять накрывается к такой-то матери таким-то местом. А одновременно украинская авиация с помощью ракет «Харм» вынесла все российское ПВО на левом берегу Днепра. Но не все, но по крайней мере 4С-300 и там еще какое-то количество панцирей, я даже уже не помню количество этих убиенных железок. Значит, что означает грядущее господство украинской авиации в воздухе, в том числе во время битвы за Херсон со всеми вытекающими. А российская группировка, которую вытащили из Донбасса и бросили на Херсон, разрезана ровно на три части. То есть не просто же разнесли, заметим, Антоновский мост, причем в самый интересный момент, когда часть этой группировки оставалась еще в Мелитополе, а часть переправилась уже на правый берег. Так еще и разнесли Дарьевский мост через речку Ингуляц. Таким образом, эта группировка разрезана ровно на три части. Под Изюмом идет украинское контрнаступление. Брали-брали российские войска Бахмут, стирали его с лица земли, стирали смерчами, потому что к смерчам подвозили снаряды с помощью зерновозов. Вышли на позиции украинские хаймерсы, их подкатили к самой линии фронта. Помните, наверное, вы видели, это были съемки днем. Хаймерсы обычно действуют ночью, а тут были съемки, несколько хаймерсов стреляют днем. Почему они стреляли днем? Потому что они стреляли по смерчам, которые выкатились на позиции за 70 километров, а смерчи выкатились днем. Была артиллерийская дуэлити, смерчи накрыли, они не имели никаких шансов. Но, правда, остались грады. Грады действительно продолжают перемалывать Бахмут. Грады не так легко накрыть, они очень быстро отстреливаются и уезжают. Что дальше происходит? Дальше происходит Запорожская АЭС. Просто ядерный шантаж, тупо. То есть тот факт, что Путин пустил в ход свой последний козырь, который называется Запорожская АЭС, доказывает, что все он понимает, даже Путин понимает, что под ним земля горит. Генштаб понимает, что под ними земля горит. Но как в такой ситуации не нажимать на все, что возможно, чтобы добиться перемирия? Вот они хотели добиться перемирия через зерно, но там им не обломилось. Вот теперь будут добиваться перемирия через что угодно. Через Амнисти Интернешнл, через всех своих возможных агентов, через шантаж с помощью Запорожской АЭС. Вообще обратите внимание, что на наших глазах уже от... Сколько там было планов у Путина? Сначала Киев за три дня, потом Южный коридор, потом Донбасс. Кстати, напоминаю, что ведь в Донбассе цель главная донбанского наступления, это был Славянский Краматорск, потому что там находится система водоснабжения Донбасса, без которой Донбасс просто безводная степь. И шансов получить Славянский Краматорск уже нет, потому что перекинули в Херсон и так удачно перекинули, что сами себя разрезали. Ну, не сами себя, а с помощью украинских хаймерсов разрезали на три части. Значит, мы видим четвёртый план, четвёртый план называется терроризм. Вот просто тупо. Еленовка, вот всё то, что происходит, Запорожская АЭС, вот все эти вещи, они сходятся в конечном итоге к одному, потому что, держите меня, какой я ужасный, я, значит, всех тут сейчас, вот я могу сделать вообще, у меня нет никаких границ. Вот это нам говорит Путин. Но я обращаю ваше внимание на то, что терроризм, когда какая-то страна занимается терроризмом, это уже означает, что она потеряла уверенность в победе. Потому что, ну, грубо говоря, когда Бен Ладон уничтожал башни Близнецы, он же это делал не потому, что он надеялся с помощью, условно говоря, захваченных самолётов завоевать США, а ровно потому, что он надеялся на ответный удар, ответную реакцию, ответную ненависть, и, соответственно, чтобы нацепить это к себе, как большую звезду, и говорить, вот, вот, смотрите, вот, ответным ударом, смотрите, американцы напали на мирный ислам. Вот, собственно, то, мне кажется, что то, что сейчас, ту карту, которую разыгрывает Путин, это абсолютно изолировать Россию от всего мира как страну-изгоя, и через это получать на ней абсолютную власть со словами, вот, видите, нас все вокруг не любят и обижают. Сейчас очень сложно представить, что в данной ситуации Украина подпишет хоть какой-то договор а-ля Минск-3, но если вдруг представить, что это случится, остановится ли на этом Кремль, будет ли устойчивый мир? Слушайте, по-моему, это Ника Белоцерковская сказала замечательную фразу, что вот слово «вора», данное фраеру, не значит ничего. А когда она описывала этих западных дипломатов, которые считают, что они могут что-то подписать с Путиным, он воспринимает каждое соглашение как плацдарм для новой агрессии, он воспринимает тех, кто подписал с ним соглашение, как тех, кого он обвел вокруг пальца, мы видим, что стоит путинское соглашение по зерну на следующий день, когда были удары по Одессе, по Одессе, но что в данном случае я хочу заметить, наверное, на этом мы немножечко завершим процесс, это то, что Путин встретил своего достойного конкурента в лице Эрдогана, потому что, судя по тому, что мы видим по их переговорам, они же там сопровождались разными подробностями, вот они недавно встречались в Сочи, перед этим в Тегеране, они же сопровождались разными удивительными вещами, в частности, встречи Романа Абрамовича и еще группы российских олигархов на предмет гигантских, просто гигантских инвестиций в турецкую экономику, и Washington Post написал замечательную статью о том, что Россия просит, ну, читай, Путин, позволение купить доли во всяких нефтеперерабатывающих турецких заводах и много еще чем, чтобы обходить западное эмбарго. Настолько все эти слухи встревожили европейцев, что они, по-моему, даже рассматривают санкции против Турции, если Турция будет помогать это делать. То есть, вот, с одной стороны, это, наверное, просто последнее, что мы обсудим, конечно, вот это вот зрелище. Путин же велел себя сравнивать с Александром Невским, но Александр Невский тоже боролся против псов-рыцарей, ходил при этом на поклон ордей, но мы не знаем, договаривался ли он там о переводе собственных счетов от псов-рыцарей в Орду, но, тем не менее, вот это на наших глазах происходит. Я смотрю за этим с немым изумлением, потому что, во-первых, это же надо было нашему геостратегу так выстроить свою геостратегию, что в результате Россия на наших глазах превращается в колонию Атаманской империи. А во-вторых, вот с Западом трудно договориться, но если с Западом договориться, то там тебе не будут хватать за яйца. А вот вопрос, сколько стоит договор, подписанный с Эрдоганом? Ну, ответ, наверное, ровно столько же, сколько договор, подписанный с Путиным. И, кроме того, там, вот это же Турция и это же Эрдоган, там просто товарно-денежными отношениями не отделаешься. Это в Швейцарии можно хранить деньги и в Италии можно покупать филы и обсирать ту же самую Италию, как тот же самый Соловьев. А если вы будете хранить деньги в Турции, ребята, вас ждет разочарование. Спасибо большое за комментарий и хорошего вечера. Вам спасибо. Благодарю, что посмотрели это интервью. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал. Здесь много аналитики и свежих новостей. Берегите себя.